Главы муниципалитетов должны реагировать на все сообщения жителей о подтоплениях. Такое поручение дал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. В каждом районе и городском округе региона необходимо проверить готовность и исправность противопаводковой техники, встретиться с жителями, чьи дома находятся в возможных местах подтоплений, и донести информацию о действиях в случае неблагоприятной ситуации. После этой зимы запасы воды в снежном покрове в бассейне Горьковского водохранилища Аки и Витлуге примерно на 30-50% больше нормы. Глеб Никитин отметил, что существуют различные варианты прохождения паводка, и к каждому из них нужно быть готовыми. Разноправленные факторы позволяют прогнозировать ситуацию на таком уровне, требующем подготовки, но не критическом, не опасном. В Нижнем Новгороде это примерно при самом максимальном сценарии до метра свыше средней годовой нормы, по Аке где-то полметра 0,7 метра, это при максимуме, еще раз, максимально негативном сценарии, на худшем сценарии, по Витлуге где-то 0,2-0,5 метра. К такой ситуации мы совершенно можем спокойно подготовиться, всем главам муниципалитетам даны соответствующие поручения. Согласно прогнозам специалистов, паводок начнется на первой неделе апреля. Большое значение будет играть география районов и приближенность к водоемам. К паводку в целом мы готовы, риски для себя просчитаны, каждая зона подтопления у нас отцифрована, мы дали все это органам местного управления, чтобы они могли с нею работать и видеть, реально оценивать количество домов и населения, уже сейчас принимать превентивные мероприятия, потому что без принятия их бесполезно пережить этот паводок. Сотрудники МЧС в каждом муниципалитете региона проведут учения, чтобы оценить готовность к паводку и пожарам. Это позволит увидеть тонкие места и проработать риски. На заседании обсудили подготовку объектов и населенных пунктов Нижегородской области к весенне-летнему пожароопасному периоду. В случае резкого потепления пожароопасный период может начаться еще до завершения паводка. Весь этот травопал – это не шутки, абсолютно не шутки. То есть это может привести к очень серьезным последствиям в виде штрафов и наказаний за эти действия. И это абсолютно правильно, потому что опасность, то, что на другой чаше весов – это жизни людей. Поэтому наказывать будем самым жестким образом. Каждый глава муниципального образования должен держать руку на пульсе. Александр Ишеломцев, Сергей Щеплягин, Виталий Кудрявцев. Время новостей.